Здравствуйте, мои дорогие! У нас с вами уже случались необычные походы в гости к неординарным людям. Помните, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Вот и сегодня меня пригласили в гости ранним утром. Ну, очень-очень ранним. И сейчас вы все поймете. Скажите, а часто ли вы задаете себе вопрос о смысле жизни, о своем предназначении в этом мире? Для чего я живу? Какова моя роль? Почему кто-то уходит раньше, кто-то позже и что будет после? Великое множество приличных людей положили свои жизни на поиски, извините за тавтологию, этого самого смысла жизни. Но где найти ответы? И кажется, я нашла. Нет, не ответы. Я нашла человека, который может пролить свет на эти мои терзания. Сегодня я иду в гости к Михаэлю Лайтману. И день обещает быть чрезвычайно интересным. Это Международная Академия Кабала-Лям. Крупнейший в мире учебный центр, откуда ежедневно ведутся прямые трансляции уроков доктора Михаэля Лайтмана. Сейчас этот зал полностью заполнен людьми. Здесь порядка 400 человек. Ежедневно эти мужчины просыпаются в 2 часа ночи для того, чтобы уже в 3 начать урок. На экранах такие же увлеченные люди. Только у них нет возможности физически присутствовать на уроке здесь, в Петахтикве, потому как живут в других городах и даже странах. И таких стран и городов больше семи десятков. Но посредством онлайн-связи они могут в прямом эфире задавать вопросы, получать на эти вопросы ответы и участвовать в дискуссиях. Пока там, в большом зале, проходит урок, мы с вами заглянем в закулисье. Занятие обслуживает масса людей разных профессий и говорящих на разных языках. Ты живешь, ты радуешься, наслаждаешься, все прекрасно, но важность цельности. Ты можешь получить впечатление от них. Он выше за своих товарищей, он уже не может с ним объединяться. Это не очень яркий, потому что в других городах, 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 нужно посмотреть на эти вопросы. Это какую же силу воли нужно иметь, чтобы ежедневно, вернее, еженочно присутствовать на занятиях? И посмотрите на лица. Для них это не повинность, а огромная радость встречи с учителем. И какой харизмой, какой энергией и энергетикой должен обладать человек, собравший этих людей не только в этом зале, но и в разных уголках большого мира? Еще одна важная часть каждодневных забот Михаэля Лайтмана – уроки или беседы на телевидении. Здравствуйте, дорогие друзья, вопросы в фейсбуке Каббалисту Михаилу Лайтману. Вот вопрос такой – сколько людей, столько мнений, а что же такое правда? Правда – это закон Творца, который существует во всей природе, в высшей и в низшей. А началось все сначала, с детства. Детство было счастливым. Родился в хорошей семье. Родители – врачи в Витебске. Маленький город в Белоруссии, ну, довольно известный. И нормально, как и все советские школьники, прошел в школу, поступил в университет, закончил его уже по специальности биологическая и медицинская кибернетика. Меня интересовала работа организма, внутренняя работа, схемы работы организма. Его запуск, как он реагирует на среду, справляется с ней, каким образом мы ощущаем окружающий мир. В общем, это не физиология, это не медицина, это именно живые внутренние системы регуляции между внутренней организмой и окружающей средой. Еще тогда, после окончания вуза, молодого ученого Михаэля Лайтмана стали посещать мысли о репатриации в Израиль. Это были 70-е годы прошлого века. Тот, кто уезжал в те времена из бывшего СССР, прекрасно знает, каким нелегким тогда был путь к репатриации. Вот и у доктора Лайтмана на осуществление заветной мечты ушло несколько лет, но мечта все же осуществилась. Мы попали в Хайфу. Мы, это значит, я уже с женой и с ребенком, двухлетним, по дороге женившись, прилетел в Израиль. Вот. И мы попали в Хайфу, в хороший Ульпан. Вот. Жена там полгода занималась с ребенком, а я через два месяца уже оставил Ульпан и пошел работать. Причем это было в Хайфе, а я переехал к другу в Рыховат и устроился работать на военную базу. Да, поскольку все-таки моя специальность – это электроника и механика, и электричество, и сети всевозможные, то я пошел работать с механиком по настройке навигационных систем в самолетах, в истребителях. Самолеты самолетами, но вечный вопрос, что есть истина, не давал покоя пытливому уму Михаэля Лайтмана. Он искал. Искал постоянно и везде. И однажды поиски привели его в Бнейбрак. И то, что произошло там, трудно охарактеризовать каким-либо другим словом, кроме слова «чудо». Случайный человек, стоя на светофоре под проливным дождем, указал Михаэлю и его другу на ветхий дом. Мы зашли, увидели там шестерых стариков, действительно лет 70 минимум, молодому, которые сидели и учили. Учили они зор, учили они на арамите, на арамейском языке, и между собой говорили на идиш. Урок закончился, и он нас позвал, старик. Мы ему рассказали, я ему рассказал свои желания, свои вопросы. Он говорит, хорошо, я вам сделаю учителя. Когда хотите приехать? Завтра. И он нам дал учителя, старика, конечно, естественно, одного из них, который там тоже сидел. И мы приехали на завтрак, начали заниматься, и я сразу почувствовал, что когда есть такое желание страшное, которое тебя всю жизнь угнетает, и ты наконец-то находишь для него решение, причем неожиданное. Он на меня это всегда действует, когда я это вспоминаю. И настолько это на меня действует, что я ничего в жизни не боюсь. В принципе, я ничего в жизни не боюсь. Потому что если я держусь за этот ответ на свое самое главное желание в жизни, то ничего больше мне не надо. Михаил Лайтман начал заниматься поисками ежедневно. По несколько часов в день он проводил за книжками. Теперь уже в обществе своего главного учителя, Рабаша. Они читали, общались, обсуждали. Равин, Барух, Ашлак, Рабаш стал для Михаэля очень близким человеком. Настоящим наставником, другом. Сейчас Михаил Лайтман сам учитель. Он передает полученные знания дальше. Теперь уже своим ученикам по всему миру. А в начале его самостоятельного пути был небольшой кружок единомышленников и последователей. Всего около 25 человек. Была такая передача на седьмом канале по радио. Я услышал. Была хорошая такая заставка музыкальная. И я просто решил приобрести эту музыку. Когда позвонил, Рав Лайтман поднял телефон и сказал, да, приходи ко мне. В ней брак. Я даже не знал, где этот город находится. И когда я приехал, купил, он еще заодно сказал, ты можешь, если хочешь, пойти на урок. Чего-то вдруг я как бы согласился. Ну и так вот до сих пор занимаюсь. В прошлом Михаил инструктор полицейской академии. Сегодня руководит организацией, идейным вдохновителем которой является доктор Лайтман. Изучая свою природу, то, что мы делаем в Кабале, я, естественно, понимаю, намного больше понимаю природу других людей. Естественно, природу своей жены. Естественно, я понимаю, что мы можем поменять в себе, что мы не можем поменять в себе. И это, естественно, улучшает отношения. То есть я понимаю, что есть какие-то вещи, какая-то плоскость, которую лучше не затрагивает. И наоборот, есть вещи, которые, да, мы пытаемся там изменить друг в друге, в отношениях. Кстати, про отношения и преданность. Младшая дочь Михаила Лайтмана, Рахель, наверное, самый верный и преданный поклонник своего отца. Она все время рядом. Я ближе всего к нему в своих убеждениях и мировоззрении. Папа помогал принимать мне решения в любой ситуации. Для меня совершенно естественным было продолжить путь моего отца. Он всегда уважал желания других и мои желания, даже когда я была маленькой девочкой. Он всегда поощрял нашу жажду знаний, всегда разрешал исследовать и быть любопытными. Я люблю его больше всего на свете, правда, и он самый лучший отец. В семье Лайтман трое детей, сын и две дочери. Старший Ури, живет в Канаде. Так уж случилось, что ему показан прохладный климат. Средняя дочь Еэль – биолог-генетик. Она занимается исследованиями различных форм рака груди. Ну а младшая, Рахель, как вы уже поняли, посвятила свою жизнь делу отца. Есть у доктора Лайтмана и любимая жена – Ольга. Они поженились еще до репатриации. Новоиспеченный муж предупредил Ольгу сразу – рано или поздно переезд в Израиль состоится. Девушка согласилась, и вот уже более 40 лет они вместе. Видимо, у Ольги и Михаэля есть какой-то секрет, помогающий так долго сохранять любовь и преданность друг другу. Секрет есть. Я встречаюсь с женой один час в день. Это наш личный час. Вы на меня так смотрите, а у вас больше есть времени? А я встречаюсь, и мы с ней гуляем по парку. Она меня посвящает во все свои мысли, все свои планы. Ну и так мы говорим о детях, о том, как она разговаривала с сыном, я с ним, с дочками и так далее. Для тех, кто только что включил свои телевизоры и пропустил первую часть нашей программы, рассказываю. Сегодня меня пригласил в гости Михаэль Лайтман. За многие годы его персона успела обрасти множеством слухов, но сегодня у меня появилась возможность во всем разобраться. А разбираться действительно есть в чем. Меня еще с детского возраста преследуют вопросы. Откуда мы появились и зачем живем на этой планете? Почему умираем и что есть там, по ту сторону? А после смерти есть что? Ничего нету после смерти. То есть нету жизни после смерти? А почему должна быть жизнь после смерти, если это было существование белкового тела, которое умерло и разлагается, и все? А душа? А где душа? Ее не было душей. Душой называется свойство отдачи и любви к другим. Выход из эгоизма. Надэгоистическое существование. Оно называется душой. Если вы его достигли, раскрылось вам такое свойство. Тогда вы ощущаете в этом свойстве высший мир. Еще при жизни в этом мире. А там? А нет там. Где там? Там. Если у вас раскрылась душа, то вы уже ощущаете вневременно, внепространственно состояние мироздания. А если у вас такого состояния не раскрылось, у вас нету этого органа чувств, называемого душой, любви, отдачи, то тогда и ничего нет. А как живете? Как был животный. А чем вы отличаетесь от животных? Извините меня, Юлечка. Чем вы отличаетесь от животного? Ничем. Ну и все. А почему должна быть душа какая-то? Витальная сила, которая исчезает вместе. У животных тоже есть душа. Какая? Витальная. То есть то, что существует какая-то циркуляция в этой материи, которую мы называем витальной жизнью. Ну, чем отличается корова, осел, птица, допустим, от нас? В этом смысле никак ничем. У нас мозгов больше. А, от этого только хуже мы делаем. Они хоть не портят ничего. Они инстинктивно существуют. А мы с своими мозгами только портим все. А как же вот клиническая смерть, люди рассказывают о том мире, как ушли, вернулись. Жизнь, душа, жизнь после смерти. Все очень красиво и хорошо, потому что дает человеку какую-то надежду. Ничего нет. Абсолютный материализм на самом деле существует, кроме одного. Ты можешь, работая над собой, создать в себе другой орган ощущений. Не эгоистически, который воспринимает все в себе, а альтруистически, когда ты воспринимаешь все снаружи себя. И вот тогда ты начинаешь ощущать мир вне себя. Мы умираем и ничего не достигаем. Наш эгоизм при этом не изменяется на следующий уровень. Мы должны в этом мире раскрыть себя в обратном состоянии. Не только в получении, а в отдаче. И тогда мы начнем ощущать следующий уровень мира, мироздания, мировых. Мы настолько увлеклись спорами, что чуть не прозевали отъезд в Тель-Авив. Там, в выставочном центре Ганейта-Аруха, проходит трехдневный конгресс. Что это за конгресс и чему посвящен? Сейчас мы все увидим своими глазами. Делегация из 75 стран мира, всего порядка 8 тысяч человек прилетели в Израиль, чтобы в течение трех дней присутствовать на уроках Михаэля Лайтмана. Многие хотят задать вопросы своему наставнику лично. Кто-то приехал пообщаться с единомышленниками, потому что чувствует единение и относится к людям, как к одной большой семье. Объединение должно быть только вокруг закона «возлюби ближнего, как себя». И этот закон, после того, как мы начнем его выполнять, мы начнем автоматически воздействовать таким же образом на остальный мир. Мы очень надеемся, что наши слова, наши учения, наши комментарии, все эти уроки мои будут как-то услышаны, и как-то евреи возьмутся за свое предназначение. Если мы не показываем путь к объединению и к доброму будущему, то мы вредители, потому что у нас есть этот ключик к счастью. Так кто же он? Михаэль Лайтман. Человек, чье имя поросло слухами и былинами. Я спросила у некоторых из его учеников. Вот они. Борис Белоцерковский, интеллигент и интеллектуал-руководитель Международной Академии Кабалы. Ни в коем случае никакого внимания к себе. И надо, мне кажется, очень постараться, чтобы удалось сделать какое-то одолжение вообще в жизни. И поэтому отношения как к учителю больше. Александр Козлов, доктор наук и в прошлом депутат и первый заместитель префекта в Москве. Михаэль Лайтман – это человек, который смог впервые, по-моему, в истории мировой реализовать то, что он эту методику, он ее получил сам в маленькой комнате, так как и тысячи лет все кабалисты учились со своим учителем в маленькой комнате, со своими учениками. Также он прошел эту школу со своим учителем Рабашем. Но он сделал революцию, он вынес Кабалу и дал ее миру. То есть он снял практически все преграды для того, чтобы каждый человек в мире мог прикоснуться к этой науке. А это настоящая звезда Израиля, многократный чемпион и призер Израиля и Европы по плаванию Шай Левнат. Я помню, как впервые я встретил Рава Лайтмана. Это было в Хайфе. Я был среди публики, задал вопрос. До этого я смотрел лекции по телевизору и через интернет. Но я помню, что тогда вживую я очень четко ощутил, что вот она правда жизни. Согласен я с ним или нет вторично. Понимаю ли я его, неважно. Я понял, что он говорит правду. Он говорит, он не скрывает, не обманывает, он несет правду в народ. И тот, кто готов ее услышать, пожалуйста, он открытый человек. Он очень искренний. Норма Ливне, известный журналист, корреспондент CNN, работала практически во всех странах мира. Я журналист по профессии, я скептик по жизни. Если бы Рав сказал, что то, что он говорит, является истиной в последней инстанции, то я бы убежала, немедленно. Но он пробудил во мне самостоятельное желание поиска правды, истины. И потому я захотела остаться. И продолжила его поддерживать. Мы вместе были и в ООН, и в ЮНЕСКО. Мы хотели, чтобы он рассказал все, что он знает всему миру. И сделал бы это так легко, как только он один умеет. Миру нужны его слова. Сейчас так, как никогда раньше. Один из самых первых учеников Михаила Лайтмана – Семен Винокур. Известный сценарист, режиссер, продюсер. Кстати, лауреат израильского Оскара. Я прямо могу сказать, он просто занял место отца, место самого близкого друга. В первую очередь учителя. Ну и все остальное. Он настоящий, очень правдивый, жесткий. Он не подпускает поцеловать ручку. Такого нет. Он направляет тебя. Он тебя, знаешь, не покупает, не притягивает к себе. А он тебя направляет. Направляет вот к этому закону любви. Начинай, туда двигайся. К любви к ближнему. Там твой ближний, там ты, там творец, там все. И вот он, ответ на самый главный вопрос, которым задавалось, задается и будет задаваться человечество. Что есть истина? В чем смысл нашей жизни? Смысла жизни в нашем мире, в нашей жизни нет. Мы это видим. Каббала, она и раскрывает смысл жизни в том, что реально раскрывает. Она поднимает тебя над этим миром и показывает тебе следующий уровень существования. И для этого не надо умирать. Мы должны в этом мире раскрыть себя в обратном состоянии. Не только в получении, а в отдаче. И тогда мы начнем ощущать следующий уровень мира, мироздания, миров. А там исчезают время, пространство, перемещение, все ограничения нашего мира. Каббала предназначена для того, чтобы дать человеку возможность это ощутить. Каббала предназначена для того, чтобы дать человеку возможность это ощутить. С древнейших времен человек задумывался, что же такое истина, в чем она и существует ли вообще. Это такой вечный философский вопрос. Многие считают, что истина в знании, другие, что в вере. Третьи убеждены, что истина в человеческих чувствах. Мне кажется, каждый из них по-своему прав. Сегодня я провела весь день с Михаэлем Лайтманом. И знаете, что я поняла? Смысл нашей с вами в жизни в том, чтобы жить здесь и сейчас. Быть человеком любящим и научиться отдавать. И таких людей я сегодня видела. На уроке у Михаэля Лайтмана, на Большом Конгрессе. Ведь как это прекрасно, когда люди разных национальностей, ментальностей и цвета кожи объединены одной большой идеей. Возлюбить ближнего своего, как самого себя. Это новое человечество. А мы с вами увидимся ровно через неделю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok